Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши контрагенты. Мы сейчас находимся с вами на страницах нашей референс-лист. Здесь указано более 60 крупнейших предприятий, средних и крупных предприятий Российской Федерации, с которой с нами сотрудничает наша деятельность, нашей лаборатории, длится на протяжении более 20 лет, 21 год, если быть точным. И соответственно у нас более 60 контрагентов. На данный момент, в текущий момент начала лета, конца весны, начала лета 2022 года, текущих контрагентов у нас чуть более 20. Мы завалены работой по самому макушку, как говорится. И значит у меня такая большая просьба. Почему это происходит я не знаю. Обычно у нас летом вполне понятный естественный спад, период отпусков каких-то. То есть затишье какого-то в отношении текущих контрагентов, которым мы свои услуги оказываем по дистанционным физиологическим обследованиям. У меня большая просьба, не волнуйтесь, не торопитесь. У нас большие возможности, компьютеры работают быстро, сотрудники все не в отпусках пока на данный момент. Мы в течение 1-2-3 дней можем обследовать, поверьте мне, любое количество ваших работников, будь то там 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, любое. Поэтому не стоит волноваться. И те, кто проявил себя значительно раньше, еще зимой этого года и весной, мы обследуем всех. Волноваться не стоит. Если надо, мы напряжемся, возьмем себя в руки, как говорится, и даже 100 человек необходимых вам обследуем в течение 2-3-4-5 дней максимум. Поэтому много сейчас, вот более странно, повторюсь еще раз, странно. Обычно летом затишье, весной лето, осень, ранняя осень затишье. А тут контрагентов много, но пока мы справляемся. У меня просьба такая. Если это возможно, если у вас есть потребность, предположим, 15, 20, 30 человек обследовать, не волноваться от количества обследуемых лиц, многое не зависит. Обычно договора мы заключаем на несколько месяцев, 2-3. Мы сможем оказать вам услуги в течение недели, предположим, 2-х недель. Кому это требуется? При любом количестве, повторюсь, при любом количестве ваших работников. То есть сотрудницы останутся, то есть они будут работать дольше, больше, но волноваться не стоит. Обследуем всех. Так же, как будто это было 1-2 человека с вашей стороны, мы обследуем из 100 человек, не с меньшей степенью эффективности и качества наших оценок, оформления разрешительных справок в рамках контролирующей деятельности Ростехнадзора. Волноваться не стоит. Сейчас более 20 контрагентов проявили себя еще более десятка контрагентов. И волнуются люди, что сможет ли вы так быстро, нам надо срочно-срочно Ростехнадзор. Хотя я несколько снизил свою проверочную деятельность. По постановлению премьер-министра России Шустина, дано было поручение Ростехнадзору немножко сбавить темпы проверочной деятельности. Это буквально весной произошло. Тем не менее, Ростехнадзор действительно важные какие-то производственные моменты отслеживает, контролирует. Их не стало, к нашему удивлению, меньше. А наоборот, для нас, по нашей работе, мы видим, что их даже стало в некотором смысле больше. Большой наплыв предприятий, которых Ростехнадзор продолжает контролировать. И мы, соответственно, выполним все наши обязательства в кратчайшие сроки, быстро, эффективно и качественно. Никаких проблем с нами по получению разрешений по поводу психологических обследований, как это требует законодательство. В частности, 749 приказ Минздрава Российской Федерации, Минздрав соцразвития Российской Федерации не будет. Поэтому волноваться не стоит. Сегодня было два таких звонка, что сможете ли вы, успеете ли вы. Вот у нас только то количество работников. Нам надо срочно. Большое количество работников. Нам надо срочно. Сможете ли? Сможем обследовать всех. Волноваться не стоит. Благодарю вас за внимание. На этом все. И удачи вам. Благодарю вас за внимание.